приветствую вас на первом циничном канале и сегодня мы немножко поговорим о саморазвитии и о том как не вляпаться в эллинизм очень хороший лайфхак очень хорошее средство от эллинизма посоветую я думаю что наиболее актуальным этот сюжет будет для тех кто периодически вляпывается я общался с такими камрадами которые говорят блин но я не могу вот без отношений совсем но я понимаю что когда я начинаю отношения начинаю оленить вот просто вилка какая-то вот а совсем отказаться от отношений не могу но в то же время знаю что заплачу там в том же кафе и так далее вот для них я думаю что это будет наиболее актуально так вот друзья чтобы не оленить я очень много задавал себе вопрос почему я собственно никогда в жизни не оленил честно никогда не оленил почему Что помешало? Рассудительность? Нет, я делал в жизни глупые поступки. Очень много глупых поступков сделал, о которых жалею. Некоторые глупые поступки, о которых не то, чтобы сейчас жалею, но которые в свое время могли стоить жизни, например. Ну, соответственно, я уже не жалею, все прошло. Но они могли очень дорого обойтись, дороже, чем хотелось бы. Так вот, я делал глупые поступки много, ошибок делал в жизни и глупости делал. И, в принципе, говорить, что алинизм это сильно глупей, чем те ошибки, которые я делал, ну, все относительно, все относительно. Я делал действительно какие-то отмороженные шаги по жизни. Вот. Иногда они отмороженные, а наивные, например. То есть, в принципе, зла никакого не сделал, но смотришь назад, такой наивняк, блин, думаешь, ну, что ты там ловил. Я не про отношения сейчас, а вообще про какие-то маневры по жизни. Вот. Очень наивности много допускал. То есть, рассудительность? Нет. Думал, мне даже писали, что, слушай, Аган, может, ты жадный очень? Жадность до денег, соответственно, ты не оленил. У тебя просто порок пороком перебивался. Похоть перебивалась жадностью заплатить там 200 рублей за кофе. Я думал про это. Жадный ли я человек? Блин, черт, жадный. Вот как пить дать жадный? Но есть куча немонетизированного оленизма. Допустим, даже если предположить, но я не думаю, что прям настолько жадный, прям до 200 рублей. Ну, предположим, ладно. Псих он на той псих, что он не знает, что он псих. Вот. Предположим, что я жадный настолько, что я даже не понимаю. И действительно, это было бы останавливающим фактором. Но ведь есть очень много неденежного оленизма. И особенно в мое время, в нулевые годы, когда многие мои однокашники оленили по полной программе, еще не было такой прям вот развращенности, что весь оленизм монетизированный, как сейчас. Все, бабки или пошел нафиг? Нет. Тогда можно было пооленить унижением, например. Например, как параша себя вести, просто вот перед женщиной, там перед девушкой заискивать. Ну, как я рассказывал, там дружок мой, то есть она там какие-то предметы роняла, просто показательно перед девками. Он как собачка их поднимал, ну это вот, бабек, принеси. Вот. Но она также роняла, собственно, поводок от собаки, он тут же его поднимал. Она его не роняла, она его бросала. Вот. И он тут же перед девками ей поднимал. И это возраст 12 лет. Можно было поунижаться, в принципе. Вот. Можно быть Петрушкой, которая знает кучу анекдотов, будет веселить, пытаться заинтриговать все по полной программе. Вот. Может быть, деньги она срубит с какого-то другого. Но в качестве Петрушки тебя тоже будут держать и, может быть, даже дадут, если ты Петрушка неплохой. Сейчас, наверное, нет. Сейчас все-таки наличными берут, вот, а то и карточкой. А раньше все-таки в нулевые годы можно было, как говорится, за счет Петрушки продвинуться. Вот. Что еще? Еще, как я говорил, адвокат за шкваром. Адвокат дьявола. То есть, постоянно поддакивать. Она там будет изменять, будет рассказывать, какой ее отец козел, что алименты не платит. Вот. Подумает, что там ее мама с Ашотом и Вазгеном ему изменила. Вот. Цена он козел. И вы должны постоянно поддакивать. Кстати, у вас требована вакансия. Да, козел, да-да-да-да-да. Настоящий мужчина так бы не сделал. Ох ты, здорово. Ты первый сказал про настоящего мужчину, не она. Она просто сказала козел. Вот. Она, может, хотела сказать, что настоящий мужчина так бы не сделал. А тут ты такой раз подсуетился и говоришь, козлина, не настоящий мужчина. Настоящего так не сделал. Опа, опередил. Вот. Ну, в принципе, ладно. Недельки-две так постараешься по несколько часов в день. Ну, дадут тебе варенчик понюхать. Вот. То есть, есть, в принципе, немонетизированные, ну, неденежные виды алинизма. Вот. Никогда и на это не тянуло. Дальше смотрю. Может быть, я был слишком раздражительный. Ну, как говорится, доконали. Все, да пошли вы все там. И бабы, и мужики, все, идите к черту все. Но дело в том, что у меня крутили демки. Пытались даже при знакомстве крутить демки. Вот. Мне не на что было раздражаться. Понимаете? Может быть, потом там бы был трэш полный. Но да потом не доходило. Во многих случаях я видел примерно, что за человек. И, как бы, демку уже не воспринимал. Так вот, я задавался вопросом, что же все-таки меня в наибольшей степени от алинизма удержало. Знаете, друзья, что? Брезгливость. Вот это чувство, которое я сейчас в людях особо не вижу. Как ни странно. Вообще, чувства, органы чувств, эмоции, которые мы испытываем, чем их больше, тем мы устойчивее. Палитра эмоций, палитра чувств, она дает, как бы, полноту познания мира. Ну, представьте, вот какое-то из пяти чувств. Зрение, обоняние, осязание, слух и вкус. Да. Пять чувств. Вот какое бы вы хотели, чтобы у вас пропало? Ведь поймите, что любое пропадет, вы очень сильно будете урезаны в познании мира. Очень сильно. Ну, наверное, больше всего зрения, да? Если пропадет, будете урезаны больше всего. Ну, как мне кажется. Но, тем не менее, чем больше чувств, тем больше познания мира. И вот сейчас скажи, ну, как бы, какого ты готов лишиться? Блин, никакого. Все хороши. Все по-своему раскрывают мир. Вот. То есть, чем больше... То же самое с эмоциями. То же самое со способами мышления. Там, допустим, вы видите просто. Вот, получили информацию, увидели. Вот. Или же вы увидели море, увидели горы. И уже проанализировали, получили нечто третье. А, Б, а вы уже С с помощью анализа. То есть, разные способы получения информации. Тоже, чем их больше, тем лучше. Так вот. Я смотрю, что сейчас очень урезается у людей брезгливость от людей. Могут любить, ненавидеть. Не, любить не могут. Симпатизировать, ненавидеть. Что еще? Считать, что человек выгодный. Отношения выгодные. Невыгодные. Бесполезные. Полезные. И так далее. Но. Нету брезгливости. Нету абсолютно брезгливости от каких-либо людей. Хотя бы даже самых зашкварных. Так вот. Вот что меня, наверное, удержало. Я вот этих женщин меркантильных, которые действительно... Ну, я видел, что это меркантилизм, что это попытка паразитировать на мужчине. Я их не ненавидел никогда. Меня часто женоненавистником называют. Нет, не было такого. Я их не ненавидел. Я их даже как бы и не осуждал. Может быть, ну, если меня бы спросили, что это хорошо или плохо, я бы сказал плохо. Но, в принципе, осуждать их как-то я не осуждал. Я ими брезговал. То есть, самое близкое, я вот все-таки думаю, самое близкое ощущение вот к этому было, что сделаю-ка я себе силиконовые сиськи, там, губы блуждающий геморрой, и мне мужики должны будут платить. Ну, такая классика, да? Сам, ну, квинтэссенция. Они будут платить, пошли нафиг, ненастоящие мужики. Так вот, я думал, что я к этому испытывал? Отвращение. Ну, как бы вам объяснить? Надеюсь, у вас не принято за столом говорить о гнилых собачьих кишках, вот, из которых говно лезет. Вот примерно. Вот примерно я то же самое испытывал к этим женщинам, которые себя таким образом вели. И поэтому шансов, что я стал боленить, не было. Понимаете, не было торга, что вот стоит, не стоит. Не было изначально ценности. То есть, вот, как бы деньги она заламывает, дорого, да, вот, дорого ее обеспечивать. Вот, то есть, изначально мы полагаем, что это все-таки желанный объект, да, для приобретения. Вот, но деньги, которые она за себя заламывает, это много. И, соответственно, вот идет, дорого-недорого. Так не было изначально желания приобретать. Не было изначально желания вообще взять бесплатно. Даже не только приобретать. Отвращение, брезгливость Короче, друзья, что я вам советовал бы Попробуйте в себе это чувство Взрастить, я не говорю к женщинам Нет, ни в коем случае, женщины бывают Очень хорошие Вот к тем женщинам, которые себя Соответствующим образом ведут, когда вы видите Что вас разводят на олинизм Попробуйте не стойкость проявлять Не воздержание, это понятно, это все хорошо Но не этим, не это козырь Не это самое, не отвращение Не ненависть Брезгливость Я думаю, что недаром сейчас у людей пропала Брезгливость, недаром Каким-то образом системе удалось Инкапсулировать эту эмоцию Это чувство, люди могут ненавидеть Очень сильно, но они не брезгливы Вот в чем дело, я думаю, что недаром Именно потому, что Судя по всему, это чувство брезгливости Отвращения, оно Наибольшим, наилучшим образом сдерживает От того же олинизма Во-первых, я высчитал, что оно сдержало Меня, во-вторых, как-то очень странно Что действительно его незаметным образом вымарали Посмотрите вокруг себя Много ли вы увидите брезгливых людей Брезгливых до какого-то человека До поведения человеческого Осуждать, ненавидеть, бороться Да, но брезговать Когда вы На какое-то слово Или на какую-то претензию вам Даже не будете отвечать Вы просто максимально быстро отойдете Потому что вам, ну как падаль рядом Она очень воняет Я не чувствовал в своей жизни Большей вони, чем вонь падали Когда огромное количество Сколько, скажем так Мясца протухает Животных Ну, человеческих не чувствовал Вот Животных протухает То вот самый отвратительный запах Наверное Самый просто А, выворачивающий И когда вам вот это в нос кидают То есть Вы встречаете человека Там Ну, с какими-то накачанными губами Да, мужик должен Ты козьял Ты не мужик настоящий Что вы сейчас испытываете? Желание поругаться? Так если бы для вас это было Примерно как вот куча, не знаю, гнилой свинины К вам упала Там не будет желания сказать Фу, блин, свинина гнилая, опарыши Черт, гной какой-то течет Там будет первое желание просто отбежать сразу На свежий воздух Не надо ничего доказывать никому, просто отойти И если вам вдогонку там посыпется Ах ты, козел, там обоссанный Да ты отошел, ты импотент, значит Даже это, с бабой справиться не можешь Да ради бога Вам просто на свежий воздух хочется отойти Пусть там что угодно говорят Сейчас сблюете Попробуйте вот это чувство в себе воскресить Недаром его гасит Очень сильно По-моему тут, как говорится, большой евристический потенциал Есть что покопать